Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Массовое ДТП на трассе М5, дорожная авария в Волжском районе и смертельное ДТП в Камышлинском районе. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Павел Баймаков в своем криминальном обзоре. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на трассе М5. Авария произошла около 11 часов 24 августа в Камышлинском районе. По данным ГИБДД, 31-летняя женщина, водитель ВАЗовской Гранты, во время обгона впереди идущего автомобиля не справил с управлением и машина по касательной задела встречный грузовик. Затем врезалась во встречный кроссовер. В результате аварии предполагаемая виновница ДТП погибла на месте. Травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Это пассажиры легковушек. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП в Волжском районе. Авария произошла днем 26 августа на трассе недалеко от села Воскресенко. Там столкнулись ВАЗовская легковушка и УАЗ. По предварительным данным, при повороте налево один из автолюбителей не пропустил встречный автомобиль. В результате столкновения внедорожник опрокинулся. О пострадавших не сообщается. Обошлось без пострадавших, но разбитыми оказались несколько автомобилей в результате ДТП на трассе М5. Авария произошла около пяти утра 27 августа. По предварительным данным, водитель КамАЗа не справился с управлением и грузовик протаранил стоящую на проезжей части грузовую «Газель», перевозившую дыню. В результате удара овощи рассыпались по проезжей части, а больший груз съехал в кювет. Позже на этом же участке дороги столкнулись еще три автомобилеводители, которых слишком поздно заметили образовавшиеся впереди препятствия. О пострадавших не сообщается. Им не страшны никакие трудности. Более двух тысяч человек отправились на Рощинский полигон. Они поучаствовали в гонке героев. Третий год Самарская область – место притяжения самых смелых, ловких и выносливых. Какие испытания организаторы приготовили в этом году и как с ними справились участники, узнаем из нашего сюжета. Первое испытание – взобраться на гору. Коварство препятствия в том, что кажется слишком простым. Но преграды идут по нарастающей. И те, кто лихо сделал первый шаг, также стремительно оказались на дне, когда сорвались с колец. Это задание сложное и для девушек, и для парней. Дети не отстают, для них своя гонка. Выносливость, внимательность и организованность. Эти качества малышне пригодятся и в реальной жизни. Они готовятся, тем более мальчишки. Они уже готовятся к взрослой жизни. Все равно нужно быть готовым ко всему жизни, преодолевать всякие препятствия. Думаю, они с этим хорошо справились. Восьмикилометровая дистанция для взрослых – это сложная полоса препятствий. Героям нужно было вскарабкаться на высокую лестницу, окунуться в яму с водой, забраться по канату и проползти по окопам. Эмоции переполняют участников. Я здесь второй раз, в первом раз в 16-м году. Все очень понравилось, все круто. Сложно, конечно, но эффектно очень. Коммунические силы безграничны, помните об этом. Чемпионист, привет! Самые ягодки ожидали участников в конце трассы, когда нужно было проползти в грязи под сеткой. Круто! Не, реально круто вообще. Что еще сказать, я не знаю. Команда сплачивается? Команда супер вообще, да. Иди ко мне, зайчка ты моя! Все, мы? Мы вообще, мы команда, да. Я хочу искупаться. Почему решили пробежать? Ну, интересно, добежишь ты или нет. Как? Еще чуть-чуть и мы добежим. Преодолеть непростой путь многим удалось примерно за один час. Некоторые приехали сюда целыми коллективами. И пройдя полосу препятствий, их команды стали еще сплоченнее. В этом году мы собрали 2200 человек на полигоне Рощинский на наше мероприятие гонка героев. Скажем, какая география? География от Калининграда до Владивостока. В этот день, 25 августа, проводятся три гонки героев. Одна в Самаре, одна в Москве и одна в Грозном. Сегодня мы собрали спортсменов и любителей здорового образа жизни из Саратовской, Самарской области, Ульяновской, Оренбургской области. Даже приехали к нам из Казахстана. Те, кто преодолел быстрее всех, самарский этап ожидает участия в Москве. Туда отправится 27 участников. Это обладатели первых трех мест в мужском и женском за счете, а также три лучшие пары и команды по пять человек. Анастасия Шамшурина, Ирина Гнатьева, СТВ. Цветущая Самара. 20 тысяч горожан пришли на фестиваль цветов «Струковский сад». В этом году праздник прошел по-новому, помимо красочных цветочных композиций. Горожане и гости города насладились зрелищным карнавальным шествием, которое также приурочено к фестивале цветов 2018. Подробности в нашем материале. Шить костюм за несколько часов? Для художниц по костюмам эта миссия оказалась более чем выполнимой. Роза Татьяна и пион Анна в центре внимания в самом начале колонны. Для художников, в принципе, это такой полет фантазии. То есть ты можешь сделать и воплотить все свои идеи. Мы два дня, наверное, разговаривали, говорили, а давай это, а давай это. И в результате вот наши костюмы. Подготовились участники фестиваля цветов основательно. Пешеходная Куйбышева украшена цветами ручной работы. Это яркое шествие заряжает эмоциями город не меньше, чем карнавал во время чемпионата мира. С нами! Мы просто ходим, заряжаем людей позитивом, наслаждаемся, получаем тоже эмоции от всех зрителей. Зрители улавливают каждое движение творческой труппы. В центре внимания искусственно украшенные автомобили, которые готовили флористы из Самары, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Шествие получило продолжение в Струковском саду, где артистов ожидали тысячи зрителей. Все самарцы остались довольны. Вы видите по количеству людей, которые здесь присутствуют. Вы видите, что мы выставили новые композиции. Мы привлекли флористов из Москвы, из Казани, из Петербурга. Я очень надеюсь, что сегодня фестиваль в таком формате привлечет как можно больше талантливых людей. И на следующий год, конечно, это будет несколько масштабней. Единственное, что смущается, конечно, очень хочется расширить границы парка, чтобы абсолютно всем желающим было здесь место. В Струкачах этим летом жизнь кипит. Цветочные шедевры создали по-настоящему сказочную атмосферу. Я считаю, это очень круто, потому что городу тот маленький промежуток времени, который у нас не было чемпионата, хотелось чего-то такого движенного, чего-то яркого, красочного. И сейчас ощущение как будто на несколько дней, часов, вот пока идет и пластилиновый дождь, и сегодня такая большая кульминация – это фестиваль цветов. Появилось ощущение этого праздника, нескончаемого карнавала, фестиваля. И у всех настроение потрясающее, как будто цветы, они где-то внутри расцветают. Отвлечься от суетных будней, самарцы смогли еще и на мастер-классах по рисованию. Цветочная тема близка каждому, кто любит красоту и легкость, отмечают художники. Я надеюсь, что большинство людей, которые посетят мой конкретно мастер-класс, ну хотя бы, скажем так, будут больше ценить вид искусства. Научились искусство рисования и взрослые, и дети. Самарцы создавали шедевры с семьями. Поминала, как он был лет 10 назад, сейчас это совершенно другое. Мы попали на небольшой парад, где были сказочные персонажи, спортсмены. Вот сейчас здесь на мастер-класс, где ребенок рисует краской, катался рядом с различными цветами. Все очень красиво и весело. Этот год новшеств и изобилие идей. Последний летний уикенд прошел в атмосфере запоминающегося праздника, который поставил точку в череде масштабных событий. В следующем году организаторы планируют снова удивить самарцев. Неизменно одно – это точно будет цветущая Самара. Анастасия Шамшульна, классифициров СТВ. Братья по крови Мострюковские озера вновь встречали гостей. Минувшие выходные на фестивальной поляне прошел пятый ежегодный слет ветеранов боевых действий со всей России и не только. Боевых товарищей объединил фестиваль военно-патриотической песни «Память». Подробности с открытием международного фестиваля прямо сейчас. Патриотическим настроением прониклась вся фестивальная поляна. Люди, послужившие родине, поют и рассказывают о своей службе. Здесь собрались ветераны боевых действий Афганистана, Чечни и Сирии. Приехал и участник войны с Китаем на Даманском острове, события которой разворачивались после победного 45-го в марте 69-го. Война длина в два дня и потери тысячи людей. После этой войны подразделение Владимира Николаевича было награждено орденом Красного Знамени. Я с первого фестиваля здесь. Ну, мы же все-таки и погранвойска, и десантники, и советская армия, мы единые. А это, конечно, очень хорошее, серьезное мероприятие, вот эта вот память. Для того, чтобы молодежь все-таки не забывала боевые подвиги наших ребят. Кроме ветеранов, на поляне присутствовало много младых людей и даже совсем малыши. Наталья и Евгений приехали на фест всей семьей. В этом году взяли с собой сынишку Максима. Хотят вырастить настоящего мужчину, ведь примеров на поляне было много. Для того, чтобы ребенок знал и понимал, что такое ветераны, армия, и как там слушать, и для того, чтобы он это ценил и уважал. Патриотическое воспитание молодежи сейчас очень важно. С детьми занимаются, им рассказывают о подвигах. Только вот читать об этом из учебников – одно. А слушать от ветеранов, людей, которые знают, что такая война и любовь к родине не понаслышке, совсем другое. Так молодым людям не только рассказали о войне, но и показали реконструкцию афганской войны. Грифула с товарищем преодолели сотни километров. Они приехали из Казахстана уже в пятый раз, с самого первого фестиваля. Признается, слет того стоит. Разве может быть зря. Среди своих однополчан, друзей. Это всегда очень приятно. В числе организаторов – Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент». Самарская областная организация инвалидов войны и военной травмы по Волжье. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства. Здесь вот они сегодня в своей одежде, может быть, не слишком уставной, но в душе это воины, в душе это защитники нашей страны, на которых всегда можно будет положиться. Мы родные братья, братья по крови, потому что у нас на всех одна мачеха война. Мария Левина, Владимир Терентьев, СТВ Вазовская премьера, самолет на продажу и новая должность Михаила Бабича. Подробнее об этом расскажем в нашем коротком видеообзоре. Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси. Указ о его назначении опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, ранее Михаил Бабич был депутатом Государственной думы России, некоторое время работал в должности премьер-министра Чечни, а в последние несколько лет занимал должность полномочного представителя президента в Привожском федеральном округе. В региональном министерстве имущественных отношений выставили на продажу самолеты. Информация о продаже Ту-154 2007 года выпуска опубликована на сайте областного министерства. Общая вместимость самолета – 80 пассажирских мест. В настоящее время воздушный лайнер для нуж Самарской области не используется. Стоимость самолета не указана. 31 августа на Московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» планирует представить пять премьер. Звездой экспозиции обещает стать «Лада Икс Рейкросс». Также будут представлены обновленный седан «Лада Гранта», который получил новый дизайн в фирменном «Х-стиле», а также новая модификация седана «Лада Веста Спорт». Кроме того, «АвтоВАЗ» официально анонсировал премьеру внедорожного хэтчбека «Лада Икс Рейкросс». «Самара в танцах» в преддверии нового сезона телепроекта «Танцы». В наш город приехал ТНТ с проектом «Танцгонка», в который приняли участие 21 город. Выйти на сцену и показать класс мог любой житель. Главное – желание и любовь к танцам. Целый день Самара боролась за звание самого танцующего города. Получилось ли у нас стать столицей брейк-данса? Узнаем сейчас. С часа дня и до самого вечера огромная площадка встречала самарцев и заряжала отличным настроением. На установленную сцену поднимались танцоры, обычные люди. Главное – не умение танцевать, а настрой. На огромном электронном табло ввелся отсчет времени танцев. Он останавливался, как только на сцене заканчивались движения. Для того, чтобы город не выбыл из всероссийской танцевальной гонки, танцевать нужно было в режиме нон-стоп. Помимо танцплощадки для гостей работала фотозона со сказочными персонажами, которые помогали сделать отличный кадр. Настроение отличное, потому что мы, телекомпания «Скаты», наш сетевой партнер ТНТ, каждому участнику дарят призы уникальные, которые есть только теперь у него. И все рады, счастливы, погода отличная, все нам помогает. Мы очень рады, что все жители города пришли, танцуют, поддерживают свой любимый город в этом классном проекте. Сцена накалилась уже за первый час. Желающих показать свой неповторимый стиль было много. Впрочем, танцы в этот день были не только на сцене. Не останавливали людей ни возраст, ни опыт и умение танцевать. Выйти на площадку и выложиться на полную готовы были все. Спасибо большое организаторам, действительно подняли настроение в такой хороший день. Танцы, для того, чтобы все-таки распространялись по стране, мы готовы танцевать везде, где только можно. Спасибо большое организаторам. И за призы тоже спасибо. Даже получилось завоевать что-то. Спасибо. Настроение на самом деле отлично. Уже изначально, когда я сюда ехала, я знала, что будет супер круто. И я не пожалею о том, что присутствует данное мероприятие. Хоть завоевать титул самого танцующего города Самары не удалось, но вот показать, как Самара умеет зажигать, вполне получилось. Мария Левина, Владимир Терентьев, СТВ. О наиболее заметных событиях спортивной жизни региона в нашем обзоре. Полузащитник Иоанн Молло может вернуться в крылья советов, сообщает ряд спортивных интернет-изданий. По данным некоторых источников, Самарский клуб предлагает футболисту двухлетний контракт. Полузащитник находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Молло провел шесть матчей за Фулхэм в чемпионшипе, в которых отдал одну результативную передачу. Напомним, что летом 2017 года Самарский футбольный клуб пытался заключить контракт с французским футболистом, но тогда игрок решил остаться в зените. Баскетбольный клуб Самара стартует в Суперлиге 8 октября. Стал известен календарь чемпионата. В первом матче подопечные Игоря Грачева проэкзаменуют дебютанта турнира Ярославский Буревестник. Отмечу, что наша команда вице-чемпион прошлого сезона. Парни едва не завоевали золото первенства непреодолимым препятствием. Для нас стал приморский «Спартак». Судьба чемпионства решилась в пятом матче решающей серии. В подготовке к очередному профессиональному поединку Рамису Терегулову поможет Сергей Харитонов. Ветеран смешанных единоборств проведет совместный тренировочный лагерь с самарским бойцом. Напомню, в конце сентября волжанин поборется за пояс чемпиона мира. Соперник – известный французский смешанник Буакар Болт. Это крепкий, непредсказуемый и тяжелый оппонент. Но Рамис в своих силах уверен и планирует забрать заветный спортивный трофей – чемпионский пояс. У меня же на этом все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok